Всем доброе утро. Я работаю биоразработчиком на софтсерве и сегодня я хотела бы рассказать о такой аналитической платформе Computators, которая у меня практического опыта где-то полгода. Хочу познакомиться с тем, что я узнала за эти полгода. Начнем мы, правда, с такой красивой картинки. В 2007-2008 году, как мы все знаем, был кризис в Штатах, после чего в течение нескольких лет производители автомобилей переживали такой убыток, не знаю, снижение продаж. И перед началом продаж своего Ford Fiesta 2011 года, Ford на одном из своих совещаний решил, что нужно сэкономить на рекламной кампании и запустить ее в этот раз не стандартными способами, а через соцмедиа. Они выбрали 100 агентов, это в социально активных и известных социальных сетях 100 людей от 20 до 30 лет, вручили им 100 ключей и предложили 6-месячный тест-драйв, оплачивая страховку, топливо. Но взамен они завели им аккаунты в соцсетях, на разных соцсетях и попросили выкладывать посты о том, о своей жизни с этим новым Ford Fiesta. В результате у них появилось очень много фолловеров, на фейсбуке там было, в десятках тысяч это измерялось. И в первые 6 дней запуска уже, ну, когда машины начали продаваться, они продали 10 тысяч автомобилей. Сейчас, в 2014 году пришла новая до Fiesta, они повторили эту кампанию, потому что она была успешна. Вообще Ford является таким достаточно показательным примером того, как нужно управлять в соцмедиа. Они ведут страницы для каждой своей модели на разных соцсетях, публикуют уместный контент. Они знают о том, о чем болит голова у их клиентов. Например, пришла весна, они сделали пост на фейсбуке, попросили поделиться тем, кто какие самые большие выбоины видел в своей жизни. И вместе с этим кинули ссылку на сайт, где захайлайтили эти большие выборы. Там я заходила на фейсбуке, смотрела этот оригинальный пост, он действительно огромный. Вот, кинули ссылку, где написали вместе с тем, как диагностировать машину после того, как она попала в выбойную. Еще Ford также понимает, что имея сейчас у них два с чем-то миллиона фолловеров, они понимают, что просто бродкастить контент этого мало. Нужно еще вести так называемую social media conversations. То есть реагировать на то, что пишут их пользователи, то, что они говорят. И это нужно делать своевременно. Поэтому, ну, это не только Ford. Сейчас вообще идет тенденция такая, что развиваются аппликации. Вот если представить, что соцканалов много. Под каждую компанию заводят новый аккаунт. Для того, чтобы быстро реагировать на вот эти вот все комментарии, жалобы, для того, чтобы постить уместный контент. Это нужно человек 50 в штате иметь, чтобы каждый сидел и только этим круглосуточно занимался. Поэтому создают аппликации, когда ты с одной точки можешь публиковать контент на разные соцсети, отвечать на него, проводить какие-то дополнительные действия. И вместе с этим, для того, чтобы определять, какой именно контент, на какой соцсети публиковать, в какое лучшее время, на какую целевую аудиторию выбирать, необходимо проводить какую-то аналитику. Каждый из соцканалов предоставляет свою аналитику. Проблема в том, чтобы собрать эту аналитику по всем каналам, да, монетурить ее тоже из одной точки. Почему это важно? Это позволит анализировать глобальные тренды, это позволит находить возможности в каждом из сообществ, оптимизировать стратегии и инвестиции по разным соцсетям. Ключевыми фактами, о которых нужно помнить при проборе технологического сцена для решения, является то, что API разных соцсетей, они разные. У них разный интерфейс, разные механизмы аутентификации. Эти API могут быть, ну, могут, не знаю, быть недоступными сервисам, могут проводить какие-то корректировки исторических данных, возвращаемых. То есть это постоянно меняющиеся факты. И решение должно быть мультиарендным, так как его переводят и масштабируемым. Аж перейдем к GoodData. GoodData – это аналитическая платформа в виде сервиса, которая позволяет хранить данные, управлять ими и анализировать их. Это пример дашборда, реализованного на GoodData. Какие у нее преимущества? Она клауд-ориентированная, позволяет бизнес-людям соединяться с их бизнес-данными, строить AdHop-рекорды, операционные дашборды, аналитику, хранилище строить, интеграцию проводить. На каких архитектурных принципах она построена? Multi-tenant. Решение свое вам не нужно подплыть на индивидуальный сервер. GoodData уже является масштабируемой и готовой для того, чтобы обслуживать сотни тысяч проектов. Вообще, как построена GoodData с точки зрения нас, как девелопера, бизнес-пользователя, есть проект. У него дочерний объект идет в дашборд, ну их много. Потом репорты, репорты содержат метрики, которые уже в свою очередь ссылаются на атрибуты и факты из хранилища. Соответственно, каждый проект его можно настроить под определенного клиента. Она сервис-ориентированная, все коммуникации между сервисами через API-колы происходят. Соответственно, GoodData может быть встроена в другие платформы, как набор сервисов. А также у нее есть принцип некой абстрактности, то есть логическая модель данных отделена от физической модели данных. Я буду называть нас как клиентскими девелоперы, но нам приходится только логическую модель данных строить, разворачивать ее на GoodData, и дальше уже происходит автоматически ее конвертация в физическую модель. То есть GoodData девелоперы уже подбирают, какая база для чего лучше служит, какое решение выбрать. И они постоянно поддерживают вот этот вот интерфейс физического лейлера для того, чтобы в случае, если они там имплывают перформанс, то нам не приходилось, мы не страдаем от этого. Здесь такой поверхностный обзор архитектуры, то, как оно работает внутри. Мы, как клиентские девелоперы, к этому отношения не имеем, но просто нужно, наверное, понимать, что там происходит немножко за повисами. Основной у них движок – это вычислительная фабрика. Синяя такая стрелочка на Computing Fabric. Это такой брокеринг-сервис. К нам поступают запросы с UI, которые на JavaScript реализованы через REST API полы. Это вычислительная фабрика проверяет, есть ли право выполнять тот или иной запрос через Cloud Control Center, через метаданное распределение. Если все проходит успешно, право есть, то дальше уже эта вычислительная фабрика распределяет задачи на инстансы stateless сервисов, которые не требуют информации о том контексте, в котором они выполняются. Это позволяет балансировать нагрузку, определять, какие инстансы являются bottleneck'ами, динамически инициировать новые инстансы или закрывать, если нагрузка снижается. Таким образом, при выполнении, например, того же и телепроцесса оптимизация происходит, загрузки данных, вычисления репортов и так далее. Сами проекты, на что мы можем повлиять, это мы можем указать, какую основную базу данных, какую СУБД выбрать для вот этой физической модели. Раньше они использовали MySQL, сейчас он не прикрыт, но и по умолчанию. Сейчас там идет PostgresSQL и HP Vertical. У нас сейчас проекты на PostgresSQL строятся, потому что HP Vertical, насколько я знаю, только в прошлом году не предоставили. Мы посчитали, что так быстрее выйдет с полуночной базой, в некоторых случаях. Какие инструменты используем уже мы? Это десктопный инструмент Cloud Connect, который предоставляет ETF-дизайнер и дизайнер логической модели данных. Это GoodData портал, собственно UI-портал, через который, в том числе, бизнес-пользователи могут строить рекорды, метрики, рассматривать дашборды и вообще все основное там происходит. Там же ранятся EDM-процессы. Agenda это Warehousing Service. Тоже с ним мы еще не работали. Он как раз вместе с HP Vertical, насколько я знаю, был презентован. Он больше служит для автоматизации. Свой язык там разработан для того, чтобы можно было писать запросы в этих метриках, строить отчеты в MQL, он такой специфический. Есть еще User Specific Storage и Visualization SDK, которые я немножко больше упомянула. Так выглядит пример простилка модели на GoodData. Это построено в Cloud Connect. Те, которые, если видно кому-то цвета, есть три типа дейтасетов. Это Dimension, которые таким зеленым цветом помечены. Желтые это Fact-таблицы. Есть еще готовые Date-дейтасеты, которые сделаны уже в GoodData для того, чтобы ускорить разработку. Пример этого Date-дейтасета. Здесь это после deployment. Там уже на GoodData-портал так выглядит. Это идет разбивка уже по атрибутам и стрелками помечены иерархии этих атрибутов. В Cloud Connect можно проводить поиск по логической модели. Не все объекты можно ввести, но дейтасеты, атрибуты позволяют проводить поиск. У Data-порталя также есть full-text search по объектам модели. Data-set Editor выглядит следующим образом. Это Dimension. Он представлен здесь. Есть атрибуты. К ним можно задавать label, определять тип данных, идентификатор атрибута. Ну, идентификаторы не самые автоматические, их просто можно изменять. Особенностью является то, что в Dimension мы не можем задавать, ну, вернее, здесь-то имеется возможность задавать integer, например, значение, но после декламента физической модели, они все равно будут текстовыми. Таким образом, Data реализовала ограничения, ну, чтобы мы не могли проводить агрегации на атрибутах, кроме как count. А текстовый не посчитает, ничего это страшно. После того, как мы изменили модель, мы можем ее, ну, сам Cloud Connect проект, настроить на Good Data проект. Соответственно, сгенерируется какая-то декта между этими версиями двух моделей. Есть кнопка View MacWall, это нужно посмотреть MacWall DDL Statement либо просто нажать Cloud Cloud, паближать. В Good Data, благодаря тому, что… Да, может быть, благодаря тому, что мы не работаем напрямую с физической моделью и логической модели достаточно. Если, к примеру, мы изменяем немного модель, я говорю не об удалении, а об перенесении. Например, здесь на слайде представлено был один Message Data Set, в котором был юзернейм просто атрибутом. Потом в какой-то момент, например, понадобилось ввести еще какую-то факт таблицу, не знаю, чтобы сделать именно юзера, как Share Dimension. Мы просто юзернейм этот перетягиваем в новый Dimension, при этом сохраняется идентификатор атрибута и репорты, которые его использовали прежде, они не будут сломаны, они будут работать так же, как и раньше. Единственное, что когда мы удаляем какие-то атрибуты, подчищаем модель, нам нужно практически вручную, без, если у нас нет никакого SDK настроенного, то вручную определять эти зависимости, репорты, метрики, которые используют тот атрибут и предварительно их либо исправлять, переводить на что-то новое, там expression и править, либо удалять. Потому что, когда мы публикуем, деплоим модель с Cloud Connect, референсы все не показываются. Показывается только первый, и если мы нажмем Force Publishing, то все репорты, которые используют удаляемые атрибуты, они будут тоже удалены. Какие best practices при моделировании? Рекомендую использовать старую схему без снежинок, то есть Dimension, чтобы имели связи только с факт-таблицами. если заливать только те данные, это стандартное все, только те данные, которые будут использоваться в репортах, при возможности агрегировать эти данные, чтобы их объем был меньше. В репортах использовать, чтобы один репорт использовал как можно меньше джойнов, между теми же Dimension, фактами, чтобы его перформанс был лучше. И один из таких челленджей на GoodDate это проектирование many-to-many, когда у нас отношение многие ко многим между Dimension. И если у нас факт-таблица, есть Dimension, они связаны, и у этого Dimension еще свое Many-to-many к другому Dimension. Это реализуется с помощью Bridge-таблицы, ну факт-таблицы, по сути, которая без факта ведет. И в одном репорте мы не можем вот так просто вывести метрику, например, есть Message Dimension, есть их теги, которые были поставлены на эти месседжи, есть какие-то метрики по месседжам, лайки, комменты, еще что-то. В одном репорте мы не можем показать лайки, комменты, текст сообщения и название его вебы. Нам нужно произвести так называемый лифтинг. Если мы хотим увидеть текст месседжа, то все просто. Если мы хотим увидеть лейбу, то нам нужно провести лифтинг вот этой метрики до той Bridge-таблицы между этими Dimension. При этом у нас потеряется контекст месседжа, то есть мы можем показать только, что такая-то лейба заработала в сумме столько-то лайков. Что дальше? Клавом комментарии. Он основан на Clover ETL фреймворде. Написал этот Clover ETL на Java. Он бесплатный был, потоковый ETL с визуальной UI. Гуддейта его купила, ребрендинг ему сделала, добавила компоненты для таких типичных BI-датасерсов, как Facebook, Google Analytics. Написала еще райтеры для Cloud-based Storage, таких как Гуддейта. Добавила какие-то дополнительные трансформации и еще там тузы, которые просто более удобно позволяют пользоваться. Соответственно, это список ридеров, их там больше 25 в этом Cloud Connect. В основном это чтение с локальных файлов, локальных баз, ну и веб-сервисов, такие как Facebook, Google Analytics, SF Reader. Есть REST Connector, одна из таких челленджей, когда мы подсоединяемся к соцсети как источнику данных. она нам может возвращать очень много данных. Соответственно, REST Connector работает с pagination, для этого нам нужно просто прописать функции generate request параметров check response, чтобы response эти постранично возвращались. Для трансформации данных тоже очень много компонент, включая различные типы join, донормализаторы, дедупликейшены, разные сортировки, агрегации. Также для трансформации используется свой язык, который, в принципе, на Java, основном мы его используем, но говорят, что можно еще на Java писать, если там чего-то не хватает. CTL, есть CTL, CTL-2, это просто разные версии. Он предназначен для того, чтобы строить какие-то более сложные выражения в самих вот этих transformation компонентах, для того, чтобы во время того, как дебажить CTL, можно было тоже настраивать фильтры, чтобы по этим метаданам было видно, какие данные проходят отфильтрованные, если вам не все нужно знать из этого. и для записи не так уж и много, я думаю, они, наверное, из пловарителя выбрасывали все остальное, потому что у нас сейчас доступна только запись в CSV, в boot data, в event store, мы тоже этим не пользуемся, это на boot data реализовано, и trash, который больше нужен для того, чтобы дебажить данные. Есть три режима загрузки данных, это full load, который просто заменяет данные, которые приходят из input, второй вид, вот вид full load, который мы используем, это тот, который тоже заменяет, но очищает данные, если в input ничего не было, и инклементальный, который просто добавляет новые данные. Cloud Connect Studio выглядит следующим образом, это трансформационный такой граф, здесь нарисован, в левом верхнем углу там, в навигаторе, список этих графов, CTL, ну, можно сказать, библиотек, в которых там задекорированы эти все коллекции, внизу есть список метаданных, которые проходят между компонентами и параметры, можно подключить к графу, внизу и блок того, как выполняется ETL, и справа все эти компоненты, о которых мы только что поговорили. для поддержки проектов используется Project Specific Storage, это такая некая staging area, до того, как ETL зальет данные на саму Udata, они станут доступны всем пользователям, он еще закидывает их в Project Specific Storage. Cloud Connect Integration консоль на самом Udata портале и Udata Provision Scripts, это скрипты, такие тоже больше для разворачивания проектов, например, написаны, предоставляются Udata. Как координируют между собой, взаимодействуют две платформы, Cloud Connect платформа, которая бескотопная, и Udata платформа. Мы делаем модель, заливаем ее, как я уже рассказывала, на Udata платформу с помощью Matpl DDL Statement, последним из которых является такой статемент, который синхронизирует логическую и физическую модель. Ну, там просто написано синхронизм, без всяких подробностей. ETL Graph тоже проектируем в Cloud Connect и деплоим его на Udata портал, после которого он уже на самом Udata портале может раниться. Можно его ранить и локально из Cloud Connect непосредственно. Здесь также не отображены те объекты, которые я называла, дашборды, репорты, проекты, вот эта вот иерархия, это все размещено на этой платформе. Так выглядит Data Integration Console, это немножко старая картинка, сейчас вот они буквально некоторое время назад обновили, она уже там немножко круче. Через нее можно посмотреть логи, execution time ETL процессов, заскедулить их, вручную запустить, приостановить их выполнение нотификации, какие-то настроить по тому, как они CTL. какие интерфейсы предоставляет платформа? Это GoodData REST API, Automation SDK, Gray Pages, который, по сути, содержит метаданные по всем объектам, которые есть на GoodData, по всей этой иерархии проекта, дашборды, GoodData Extension Tool for Chrome и Command Line Tools. GoodData сейчас активно разрабатывают вот такую Labs Launchpad. Это все приложения написаны на JavaScript и они используют только вот этот публичный API. Помогают таким образом просто какие-то вещи делать проще, чем если бы это было без них. Потому что в GoodData не так была уж автоматизация, как хотелось бы. Extension Tool для Chrome. Он позволяет достучаться как раз вот этим GreatPages с метаданами. Через него можно посмотреть execution планы репортов. Тоже не очень полезные, но с них можно переходить на дочерние объекты, метрики, и смотреть уже метаданные по дочернему объектам. Можно также смотреть расширенный блок ETL. Это то, что слева изображено. extension tool можно деплоить definition дашбордов с одного проекта на другой. Тот же macwell ранить и DDL, и DML statement Какие OpenSDK предоставляет GoodData? Вы можете написать свой, как это сделали мы, потому что автоматизации нам не хватало, нам нужно было почистить проекты. Ruby у нас в команде никто не знал, но мы знали о существовании GreatPages, о том, что можно получить все эти данные, мы приблизительно представляли, какую модель можно построить по этим метаданам, собственно, что мы сделали, и потом натравили тот же GoodData генерский CloudConnect на GoodData портал и стену лимитаданные, посмотрели, какие объекты, ну, по Dependence нам нужно было посмотреть, какие объекты больше не используются, чтобы можно было их удалить с проекта. Но есть Ruby SDK, куда мы уже начинаем смотреть. Он позволяет, там куча библиотек написанных для GoodData, с помощью которых можно генерировать новые проекты, выполнять операции на разных проектах, смотреть данные по дейтасетам, по количеству юзеров, по объему этих дейтасетов, по тому, сколько у нас звезд в модели находится, тестировать, репорты, например, возвращают ли они нужные данные, загружать данные, смотреть перформанс репортов, как быстро они экзакютуются. И есть Visualization SDK на JavaScript, куда это возвращает данные. На JavaScript эти данные подхватываются и строятся уже какие-то advanced визуализации. Эти advanced визуализации можно встраивать в дашборды в виде веб-контента. Что у нас было из таких челленджей на проекте? Нужно было VTL, ну, у нас full load VTL реализовала, поэтому нужно было минимизировать processing time. Это производилось с помощью, ну, из основных таких, это была такая большая физическая оптимизация. В VTL есть понятие FAS, на которое выделяется память там, по-моему, около 2 гигабайт. И, соответственно, нужно смотреть, какие компоненты работают с диском, какие с памятью, чтобы в одной фазе не было переизбытка одного или другого типа компонента. В соцсети у нас возвращают очень много медиа-контента, соответственно, хранить его в базе было бы накладно, поэтому для видео соцсети уже сами распрощают вот эти иконки маленькие, thumbnail. Для фотографий, для имиджей мы использовали проект thumbnail letter, с помощью которого получали вот эти иконки и загружали их на Amazon S3 storage и, соответственно, в самой базе уже храним только ссылки на вот этот вот Amazon S3 storage. То, что сейчас делаем, это, как я уже сказала, на рубе пытаемся что-то автоматизацию какую-то наладить. То, что предстоит сделать, это, наверное, как-то разрулить с инкрементальным ETL, потому что все-таки у нас сейчас на максимальном клиенте, если раньше 8 часов ETL ранился, то сейчас он 4 часа, но это на самом большом клиенте так быстрее. Но все равно раз в сутки только данные приходят свежие. Соответственно, это новое решение, над этим нужно поработать. Сложность в том, что факты постоянно изменяются и пока что полные картины, как это реализовать, мы не знаем, чтобы это было выгодно по времени. Информацию по GoodDate всю очень хорошую документацию есть в Help GoodData.com, Developer GoodData.com. В общем, это все. Если у вас есть какие-то вопросы. вы можете рассказать конкретно какие ваши практики были бизнес-кейсы, которые вам пришлось решить, например, получили такую-то статистику, из нее мы поняли это и это, и это помогло нам сделать такие-то дальнейшие шаги, которые привлекли улучшения. Да, ну, например, одним из таких самых, не знаю, очевидных, это мы собирали инсайты, потому, когда, в какое время, в какие дни недели контент получает наибольшее количество энгейджмента. Соответственно, ну, у нас такой data реализован в той аппликации, про которую тип этих аппликаций я рассказывала в начале. и аппликация позволяет запланировать, когда публиковать какой-то конкретный контент. Соответственно, есть репорты, которые также показывают, какой тип контента, медиа, там, какое-то видео, имиджи тоже смотрятся по полу, да, там, мужчины, женщины, какой возраст. Ну, на вот этих вот основаниях, там, потом как-то, ну, в аппликации можно засведелить на определенное время, чтобы такой-то контент публиковался, ну, на такую-то пейджу, на какой-то аккаунт, то есть больше как-то это автоматизировать. Также, с помощью той же good data, с помощью соц.медиа, сейчас развиваем такое понятие, как social care, это когда уже мониторится вот вся команда пользователей, которая есть у клиента, они отвечают на вот эти комментарии, трекается уже время вот респонса, ну, насколько успешно мы кооперируем со своими клиентами, помогаем поддерживать толерантности. да. Да. Насколько я знаю, ну, собирается все, все, что есть. Скажите, пожалуйста, Вы упоминали, что данные могут в историческом плане меняться. Да. Как Вы это обрабатываете и каким данным Вы больше доверены из Вашей практики? То есть те, которые были получены сразу либо те, которые уже смотрят и обращаются в какую-то историческую историю? Ну, если сервис нам вернул данные, то мы их записываем, мы не проверяем, насколько они там корректные или нет. На самом деле, у нас все это хранится, ну, колы делаются good data на проекте непосредственно к соц.сети Коннектиться. Я просто рассказала, как оно может быть. У нас в связи с тем, что эти данные еще частично в аппликации отображаются, вложится все в Кассандру, и там уже просто смотрится последняя версия данных. Я не знаю, как оно там валютируется или нет, но нам уже приходит какой-то сервис. Если данных не было, то понятно, что пустое мы не запишем. Мы возьмем предыдущий период, просто его сегодняшним будем проектировать. Да. Вы просто так задовывали, что Вы используете летний историю, типа стандартные ДМС, какие-то мои сиквелы перешли на посткры, а также Вы помнили историю стандартного речи ДМС, да? выбирали посткры. Вертику мы еще не пробовали, я видела просто отчет самой GoodData, они тестировали. Когда очень-очень много данных, и не знаю, размер, по-моему, в том отчете не был указан, то Вертика, соответственно, работала быстрее, потому что агрегации, видно во всяком случае, очень большой, да, агрегации проходят большими, там, в колоночных отдельных файликах хранится. Вообще, у GoodData какой принцип? Они хранят, они используют такой RALAP или даже иногда HALAP-технологии. Чего не используют multi-dimensional RALAP, да, почему в кубах не хранят? Потому что при добавлении любого dimension приходилось бы тратить время на то, чтобы перепроцессить эти кубы. Соответственно, они вот этот реляционный подход используют, но при этом те репорты, которые часто используются пользователями, они сохраняют эти данные в таких больших кубических структурах, и соответственно, у них там своя техника кэширования несколько уровневая, соответственно, на эти репорты нужно повышать вот этот юзач объектов. И сейчас на питание взрослого мнения, для каких целей вы вы берегаете, для того, как оплативаете популярность, или вы как-то анализуете мидиа? Мы когда добавляли Instagram и Pinterest, они являются такими рич-мидиа соцканалами, и там действительно важно больше сосредоточиться на том, что было на картинках отображено, и что им было наибольшую популярность. Соответственно, это на гутете отображается. но это сто часа точно и два четыре часа нет, пока нет. есть есть возможность связывать активность пользователей из разных медиа социальных, например, то есть есть ли возможность там, к примеру, идентифицировать, что этот пользователь поставил лайк в фейсбуке, и он же, к примеру, там, твит или репорт это было бы хорошо, но сейчас они просто приходят в виде метрик, так как их соцсеть возвращает у нас вот этих вот графов, то есть это два типа таких дименшинов основных месседжей, аккаунты и их метрики. Есть еще вопросы? Ну, urry喔. Ну хорошо! все, тогда да. Спасибо Вам большое за внимание. Не, чего Вы так мало виды сами! мотор Hierinhos Спасибо.